приветствую вас мои ласточки с вами снова Алла Касаткина проект Ладное Я ссылка на сайт вот там есть много полезной информации для вас а мы сегодня поговорим о такой щекотливой ситуации которая пугает большинство замужних женщин если они чем-то недовольны в отношениях они боятся высказать свое недовольство они боятся спорить с мужчиной почему потому что мужчина говорит все не нравится вали детей я оставляю себе и у женщины включается паника включается паника включается на всю катушку материнский инстинкт страхи обостряются все и женщина теряется не зная что и делает чаще всего на запекается что работает против нее сразу скажу и вынуждена смириться с тем что требует от нее мужчина или где он игнорирует ее интересы на самом деле решение очень простое ситуацию можно обернуть свою пользу и нужно обернуть свою пользу потому что как только вы показываете мужчине что вы можете его переиграть мужчины появляется совершенно другое отношение к вам он понимает что с вами надо быть аккуратнее надо не наглеть надо вести себя иначе иначе будет проблема как сделать так чтобы вы могли ситуацию обернуть себе на пользу давайте сейчас разберемся на всякий случай если вдруг вы не знакомы говорю я алла касаткина я психолог мой проект ладно и я уже почти 20 лет помогает женщинам быть счастливыми любимыми и реализовываться во всем своем потенциале наслаждаясь жизнью лайки и комментарии очень ценит youtube сейчас если вы не лайкаете и не комментируете вам мои видео просто не показывают а на канале есть очень много всего интересного так что подписываемся на канал лайкаем и комментируем давайте разбираться смотрите какая штука мужчины все знают бабы держатся за детей их можно детьми шантажировать как не знаю кем потому что там же материнский инстинкт она же за этот материнский инстинкт откажется от чего угодно она же любого порвет как тузик грелку я из нее можем могу выкручивать в разные стороны чё хочу вертеть как мне нравится она никуда не денется потому что у нее дети она боится я сейчас ее буду пугать знаете как вот это детей маленьких из-за угла пугают ну вот так он нам примерно делают мужчины когда они говорят захочешь развестись я заберу детей чаще всего мужчины спекулируют на этим и делают это радикал красного словца мои хорошие вы где-нибудь видели такое количество отцов-одиночек как количество матерей которые в одиночку воспитывают детей отцов-одиночек намного меньше чаще всего это вдовцы которые не смогли справиться со своим горем которые вот замкнулись на себе и на ребенке и не могут до сих пор забыть свою жену но это отдельная категория мы их сбрасываем со счетов а мужчин которые после развода воспитывают детей особенно собираются умотать к любовницы мужчина который гуляет очень часто придерживает свою жену которая говорит ты вообще охренел что ты творишь у нас семья у нас дети разводиться заберу детей по выкобеливаешься заберу детей и женщина молчит мои хорошие давайте играть их оружием потому что когда человек нас пугает тем чего мы больше всего боимся мои хорошие больше всего он они ожидает от нас согласия да я знаю что вы сейчас скажете алла ты не офигела как это так я откажусь от своих детей да он же никудышный отец он им пожрать вас в выходные дни не может сварить если я ухожу в парикмахерскую да он не может у него руки растут не оттуда в его домашней работе не может постирать не может одеть нормально в садик не может почитайте на женских форумах сколько ржачных комментариев по поводу того как папа одевают детей или забирают их из садика когда они получают пошаговую инструкцию они не способны и они этого тоже боятся он знает что он может вас испугать и он кричит об этом первым потому что в надежде что вы испугаетесь и все будет по его но когда вы говорите заберешь да ладно забирай или ты загулял разводишься забирай детей у тебя полная семья я мама одиночка какой пример я могу дать детям давай я буду воскресной мамой соглашайтесь быть воскресной мамой вы посмотрите сколько у вас преимуществ вы просто ходите на работу вы можете лишь решить свои жилищные вопросы без поправки на детей на школу на кружки на прочую хренотень вы свободны в выборе жилья даже если вы возьмете уголочек в комнате у старушки какой-нибудь через две минуты ходьбы от своей работы и будете ей платить копейки вы сэкономите кучу денег и времени там на дорогу и все тому подобное но вы не будете связаны детьми это так я для отмазки говорю просто чтобы ему аргументировать и тогда получается что есть идеальный папа который готов быть отцом семейства который готов показать непутевой маме которая решилась на развод что такое воспитывать детей правильно а заодно столкнуться чем их накормить как их накормить как это приготовить постирать как отвезти в кружки как забрать в кружки а как еще в это время самое главное заработать денег чтобы их накормить оплатить им школу кружки заправить себе машину и хотя бы иногда выпить пивка с друзьями поверьте мне все мужчины никогда не думали об этой стороне вопроса и как только вы говорите что я согласна я буду приходить по выходным и даже я согласна 25 процентов от своей зарплаты отдавать тебе в качестве алиментов вам хватит и на шпильки и на булавки на парикмахерскую поверьте потому что как только у вас развяжутся руки это я так для того чтобы растянуть немножко вам представление о себе как только у вас развяжутся руки вы начнете креативить где еще добыть денег у вас появится желание вы оживете и у вас появится интерес к жизни и пойдут к вам деньги а пока вы сидите загнанной мышкой в норку нифига у вас не получается поэтому смело соглашайтесь и вот тогда вашему любимому ничего не придется вернее ничего не останется как идти на попятную с позором говорить да не а ну куда ты так сразу ну чего мне детей оставлять да ты что хочешь быть матерью кукушкой или там ехидной или еще кем-нибудь скажите да хочу не вопрос согласно платить алименты буду как ты прятать зарплату в случае чего у меня тоже нычка будет не переживай я хоть наконец-то себе на шубу соберу вот это вот все вы ему начинаете рассказывать спокойно ну да плохая мать да вот непутевая не получилось у меня не сложилось детей делали вместе ну теперь ты отвечаешь теперь твоя тяжелая доля неси ее с гордостью будешь отец молодец а я буду мать ехидна мои хорошие мужик не только разводиться передумает но 20 пугать никогда не будет а в следующий раз он 20 раз подумает перед тем как вступать с вами в спор а вдруг вы психанете и действительно подадите на развод из он уже знает что его ждут дети и тогда его уже не интересует ни похода не налево не направо и друзья его меньше с пивком интересовать будут и думать начнет а где заработать денег поэтому мои хорошие никогда не пасуйте перед тем аргументом которым вас пытаются положить на лопатки попытайтесь отыграть как делают в нормальной психологической игре скажите да я согласна это это самое невероятное чего от вас ожидают от вас ожидают истерики слез извинений но только не этого обыграйте мужа покажите что вы хитрее покажите что вы умнее один раз ему придется отыгрывать обратно он 20 раз потом подумает стоит ли это делать мудрости вам мои хорошие хотите со мной поспорить не вопрос топайте в комментарии давайте высказывайте свои точки зрения а если кто-то уже проворачивал такой форте тоже поделитесь расскажите другим чем у вас все закончилось лайки и комментарии помогут вам видеть новые видео с вами была алла касаткина проект ладно и я пока пока ласточки